Всем здравствуйте! Сегодня хочу вам показать фарфор ручной росписи, но также здесь будут изделия из хрусталя, и они будут ручной работы, то есть с ручной резьбой. Поэтому давайте-ка начнем. Вам приятного просмотра! Первое изделие, которое я хотела бы показать с ручной росписью, это, конечно же, предметы из сервиза «Сентябрь». Такие вот здесь пары. Здесь идет ручная роспись. Посмотрите, какая прорисовка. Очень красивая цветовая гамма, цветовое сочетание. Увеет на самом деле теплом и уютом. Фарфор ручной росписью всегда пользуется спросом. Во-первых, потому что это индивидуальность. Роспись повышает ценность изделия. По одной паре полностью передана атмосфера осени, атмосферы только-только наступившего времени года. Какая красота! Какие мазки! Сразу видна работа художника. Здесь нанесены разные техники. И вот эта золотая лента широкая. Она как золотые листья. Внизу вот выполнен такой вот ободочек. Внутри тоже ободочек из-под золота. Вот у нас несколько предметов есть. Такой вот сервис «Сентябрь» выходил с 1970 по 1986 год. Автор росписи Семенова. По клейму это «Ленинградский фарфоровый завод». Тут идет роспись. Ну и, конечно же, золочение. В идеальной сохранности цена за такую пару – 1000 рублей. И также у нас еще есть сахарница. Здесь, конечно же, предмет намного больше. Здесь намного больше видна сама роспись, сама прорисовка. Цвета такие более вишневые, терракотовые. Очень красивое сочетание глубокого болотного цвета, такого зеленоватого. Цвет охры и вот эта лента. Вот это золочение, оно очень сильно выделено. Очаровательная вещь. Крышечка. Тоже здесь роспись. И золочение. Ободочек из-под золота. И сама сохранится на таких вот ручках. Снизу ободочек из-под золота. Идеальная сохранность. Без никаких либо сколов и трещин. И вот сама сахарница. Сахарница вообще как новая. По клейму тоже первый сорт. LFZ. Очень уютный предмет. И цена за такую сахарницу – 1500. Поэтому, если вас интересовал такой комплект или какие-либо из предметов, то пишите мне на WhatsApp. Пару у нас 4 штуки в наличии. Вот такой вот пузатый молочник. Здесь тоже ручная роспись. Мазки, кисточки. Какие-либо линии, проведенные вручную. И, кстати, очень редко на антиквартной посуде середины XIX века вы можете встретить точечный способ росписи. Потому что она была в то время очень редкая. Такой вот молочник. Как же здесь филигранно выполнена работа. Бутоны. Такого ярко-малинового цвета. И мне очень нравится роспись самих листьев. Здесь листочки немножко перламутровые. Если смотреть. И вот этот малиновый бутон. Как ягода. И форма. Мне очень нравятся пузатые предметы. И золото в идеальной сохранности. И форма. И вот эта вся форма, она такая рельефная. Носик мне нравится. И вот он сверху выполнен. Такого нежно-салатового цвета. Который не особо бросается в глаза. А снизу уже это белоснежный фарфор. Ручка. Тоже здесь выполнена мазками. Какая красота на самом деле. Рисунок с двух сторон повторяется. И это у нас тоже Дулёва. Второй сорт. Цена его 1200. Вот такая вот вазочка. Она небольшая. Изготовитель Чехословакии. Здесь нанесена ручная резьба. По такому вот хрусталю. Посмотрите, как она вся сверкает. Очаровательная. В СССР хрусталь имел высокую ценность и продавался как дефицит. Но и сейчас, в настоящее время, настоящий хороший хрусталь очень тяжело встретить. Потому что после 70-х годов ручную резьбу начали убирать. И началась просто штамповка. Вот здесь выполнены матовые вставочки. Солнышки. Как же красиво это всё переливается. Сюда небольшой букетик. И на стол обеденный. Ну или куда-нибудь возле туалетного столика. Замечательный предмет. Мне очень нравится сама по себе форма. Она с такими вот интересными, можно сказать, лепестками сверху выполнена. Ну и она небольшая. Вот именно у чешского хрусталя есть разные способы огранки. И они всегда добиваются такого способа, чтобы поверхность при обработке покрывалась гранями, которые должны быть так расположены. Чтобы добиться вот этого яркого блеска. Чтобы это всё светилось. Вот этой игры света, которую мы сейчас видим на вот этом изделии. Чешский хрусталь всегда проходит огранку. Так же, как и драгоценные или полудрагоценные камни. Прекрасная вазочка. Цена её 1500. А мы переходим дальше. Агашки. Ручная роспись. Вот здесь прямо видны мазки. В своё время говорили, что агашки делались пальчиками. Их расписывали пальцами. И изображение на чашках это роза. Просто с такими вот округлыми лепестками. Здесь более такая яркая роза. А эта более нейтральная. Более нежная, спокойная. Купеческая форма, конечно же. Чашечки это гиганты. Видите, как ручка вся расписана вручную. Очень красивый зелёный глубокий цвет. И, конечно же, здесь очень много золота. Такие вот агашки в своё время выходили тоже в дефиците. И цена 13 рублей в СССР. По клейму это Дулёва. Внутри ободочек из позолота, который в идеальной сохранности. Превосходные гиганты. Свою коллекцию. Видителям настоящей росписи. Я думаю, настоящий коллекционер всегда смотрит в первую очередь на роспись фарфора. На сам рисунок. Блюдечка. Да, имеет такие вот предметы. Вот имена агашки. Настоящему коллекционеру. Это гордость. Потому что здесь, как нигде, видна настоящая роспись. Даже видите, как краски светятся. Здесь вот на блюдечке больше таких вот нейтральных нежных розочек. Какая же идеальная сохранность позолота. И цена такой чайной пары гигант 3800. У нас в наличии две штучки. Поэтому, если вас заинтересовало, то пишите меня на WhatsApp. Ну и, конечно же, вот здесь очень сильно видна тоже роспись. Такой вот яркий, очень красивый чайник. Можно сказать, он гигант. Тоже большой, очаровательный. Такое вот здесь красивое красно-оранжевое крутье. Тоже ручная роспись. Вот сами чашечки. Видите, какое здесь желтое крутье. Форма чашечек очень необычная. Вот здесь внутри ободочек из позолота в идеальной сохранности. Сам рисунок называется «Яблоко». Автор Моисеева. И это Павлонский фарфоровый завод. Они очень легкие. Идеальная сохранность позолота. Ну и, конечно же, сама форма. У нас в наличии вот такие вот две чашечки. И они по 800 рублей. Все в идеальной сохранности. Ну и какой прям чайник-богатырь. Очень яркий, насыщенный. Вот здесь видны мазки. Обычная роспись. Мне очень нравится форма самой ручки. Очень удобно держаться. Широкий ободочек из позолоты. Ну и, конечно же, сама вот эта ручка от крышки. Полностью покрыта позолотой. Много здесь озолочения. И вот само яблоко. Очаровательное. Искусно это сделано. Просто восторг от таких вот изделий. Маленькая совсем крышечка. А сам чайник большой. В идеальной сохранности. Без сколов, без трещин. И в свое время такой сервис стоил 18 рублей. Цена за такой чайник 2500. И вот у нас здесь две чашечки. Поэтому, если вас заинтересовал такой наборчик, то пишите меня на WhatsApp. Можно здесь попредметным. Можно взять вот таким вот прелестным набором. Молочник белоснежный. Какой же он прекрасный. Он удобный. У него очень приятный фарфор на ощупь. Смотрите, какая ручка. И форма у него очаровательная. Он такой вот пузатый. И горлышко почти-почти выходит из-под молочника. Здесь тоже ручная роспись. Выполнены здесь кое-какие лепесточки. Идеальная сохранность позолота. Полностью вручную расписана. Тоже виден сам мазок кисточки. И вот внутри этих цветочков, скорее всего, вкрапления маленьких жемчужин из золота. По клейму это пролетарий. И такое клеймо оставилось с 1958 года по 1967 год. Очаровательный молочник. И цена его тысячи рублей. Какой же он превосходный. И как красиво он смотрится вот с этим набором. Такие яркие-яркие цвета. Добавляют очень много позитива. И какое-то солнечное настроение появляется от таких вот изделий. Вот такие вот два изделия. Это тоже ручная роспись. Необычайно нежный. Но я бы сказала бы, наверное, все-таки весенний наборчик. Идеальная сохранность позолота. Даже вот сама крышечка. Вот эта ручка в форме шара. Какая же здесь выполнена изящная роспись незаводок. Очень красивый цвет. Синий. Вот этот более такого оттенка. Василькового. И вкрапления позолоты. На листьях сама позолота присутствует. Также астры. Тут даже можно насчитать, сколько здесь лепесточков. Очень изящно сделан сам по себе набор. И по клейму этот у Лёва. Здесь полностью сама сахарница. Она покрыта рисунком. Такая вот она пузатая. Но низкая. Прелестный предмет. Цена 1000 рублей. Чайник. Какая форма. Он пузатый. И на крышечке. Такая вот дырочка. Тоже в идеальной сохранности. Изящная форма самого носика. Носик без никаких либо сколов. Все в идеале. Форма. Шарообразная. И рисунок. Превосходный. Тут даже вот один из лепесточков намного ярче. Кажется, этим лепесточком или начинался, или заканчивался сам рисунок. Когда наносили здесь, вот уже начинают добавляться вот такие вот интересные бутоны. И с другой стороны уже вот такой вот рисунок. Очень нежный, весенний. Как подарок. Как в свою коллекцию. Кто любит более нежные, ситцевые изделия, мне кажется, самое то. И тоже, так как здесь ручная роспись, в свое время такой сервис стоил 23 рубля 45 копеек долёва. Цена за чайник 1500. Такой вот штоф тоже пузатый достаточно. Смотрите, какая у него пробка. Вся блестит. Здесь тоже огранка. Как и для драгоценных камней. И ручная резьба. Ощущается это всё вот пальчиком. В идеальной сохранности сама пробка. Обычно бывают же сколы по ободочку. Здесь всё в идеальной сохранности. Штоф. Это у нас Чехословакия. Тоже весь светится, переливается. Очаровательно. Здесь выполнены какие-то папоротники, какие-то медальоны из-за солнышек. Какая красота, какая роскошь. Настоящий хрусталь из Чехословакии до 70-х годов. Когда хрусталь тяжёлый, это тоже говорит о его качестве. Цена этого штофа 3 тысячи. Поэтому, если он вас заинтересовал, то пишите мне на WhatsApp. Такой вот наборчик из четырёх десертных тарелочек. Вот это всё рельеф. Видите, как выполнены здесь колокольчики, как наложены здесь листья. Здесь больше цветовое сочетание. Это тоже осень, но цветовое сочетание более нежное, пастельное. Какая красота. Вот на вот этом колокольчике прямо передан объём. Всё, ручная роспись. Называется «Цветы осени». Автор Смирнов. Красота. По клейму это вербилки. Первый сорт изображения лося. Такой сервиз датировался с 1970 года по 1975 год. В наличии четыре такие десертные тарелочки. Поэтому, если вас заинтересовало, то пишите мне на WhatsApp. И к таким же десертным тарелочкам есть ещё маленькие розеточки. Здесь видите, какая роспись на совсем маленьком таком вот изделии. Как это всё выполнено. В идеальной сохранности. Вот это всё вовнистые края. Цена за такие розеточки 250. Цена за десертную тарелочку 350 рублей. Тоже ручная роспись. Но здесь предмет, здесь вроде бы нет цветов, да. И где можно здесь заметить ручную роспись. Вот видите ручка, как она расписана. Это тоже ручная роспись. Это вот такое вот оранжевое крытьё. Но вот эти все полосочки, жёлтенькие, это тоже вручную расписано. Здесь даже вот эта полосочка, она намного шире, чем вот эта. Снизу. Даже видно, как наложена сама окраска. Очень интересная форма. Он пузатый, белоснежный. Лёгкий. Это Украина. И это у нас Барановка. Похож также на один из сервизов. Называется радиоволны. Я вставлю фотографию. Чем-то у них есть схожесть. Прелестный молочник для своей коллекции. Для любителей таких вот цветов. И для поднятия, конечно же, себе настроения. Цена 1000 рублей. Немецкий хрусталь. Начал появляться с 1834 года в Баварии. И первые предметы, это были, конечно же, пивные кружки. Потом к этим пивным кружкам начали уже прикрепляться головянные крышки. Матовые вставки. Изделие это филигранная звездочка. Снежинка снизу. Тяжелая вещь. Такая ручка. Такая вот корзинка. Очень красивый бывает стол, когда много настоящего, красивого, качественного хрусталя. Он добавляет какой-то определенной изысканности. И даже вот эта лукошка, корзинка для каких-либо конфет. Потому что эта вещь как конфетница. Тут папоротники. Тут вот такие вот прекрасные рюшечки. Очень тяжелая. Это тоже ручная резьба. И это изделие тоже проходило через огранку. Посмотрите, как она светится. Цена 3500 за такую конфетницу. И если она вас заинтересовала, то пишите мне на WhatsApp. Ну и последнее изделие в нашем бакате. Это фрукты. Яркие, сочные. На самом деле они как живые. И это ручная роспись. Посмотрите, какая здесь клумника. Как же это выполнено. Идеальная сохранность позолота. И цвет фарфора здесь такого вот топленого, кремового. Вещь очаровательная. Очень старая. Клему это Томас. И этой тарелочке 100 лет. Вот такой вот антиквариат. Я держу у себя в руках. Вещь превосходная. Вообще тарелочки. Какие-либо изделия с фруктами. Очень ценятся в Германии. И многие коллекционеры охотятся на самом деле за такими предметами. Потому что это роскошь. Это красота. Даже когда вот отходишь немножечко. На этой тарелочке как будто лежат фрукты. Настолько это высококачественно сделано. Это тем более немецкий фарфор. Очень легкие тарелочки. Многие используют как декоративные. А многие как тарелочки десертные. По диаметру они как раз таки подходят. Очаровательная вещь. Свою коллекцию. Цена ее 3,5 тысячи. Показала я вам предметы с ручной росписью. Поэтому если вас что-то заинтересовало. То пишите мне на WhatsApp. Цените ручную роспись. Спасибо вам большое за просмотр. Всего доброго. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok